Вижу, что много вопросов возникает по инстаграму. Вот на самом деле тема всегда, это очень важно, особенно по оформлению, потому что вот у нас есть несколько элементов, сейчас я их отметил как 7, и хочу показать, как в зависимости от вашей цели, от ваших клиентов, от стратегии продаж вы можете ее оформить. Почему это важно, понимать именно, разбираться. Казалось бы, дай мне, пожалуйста, шаблон, я заполню, как мне надо, и буду продавать. Это не получится, если бы все было так просто, все бы были тут же миллионерами, у всех бы было миллион клиентов, и все бы это работало. К сожалению, здесь надо будет подумать головой, ну или к счастью наоборот, что это очень полезно, и понять эту суть. Я вот в этом видео хочу рассказать вам основную суть, как это все работает, а дальше вы уже, соответственно, сможете подстроить. Основная идея такая, что у нас есть 7 элементов привлечения внимания, потому что когда клиент попадает так или иначе на нашу страничку, воспринимайте ее как сайт. Вот у нас есть на сайте, допустим, 7 разделов, ну как обычно бывает, типа портфолио, обо мне, что мы делали, наши работы, наши кейсы, и все остальное. То, что мы привыкли видеть там на обычном сайте. Здесь у нас все то же самое. То есть воспринимаете Инстаграм просто как сайт. Что такое сайт? Сайт – это тема, которая позволяет нам взаимодействовать с аудиторией удаленно, без личного какого-то участия. То есть можно сказать, что это такая интерактивная флайер, либо интерактивная визитка. И чтобы это работало, у нас Инстаграм позволяет, хоть у нас вроде как и мало чего можно поменять, но на самом деле это комбинация огромное количество, как сделать правильно. И в этом видео хочу поговорить о том, как как раз это сделать правильно, в зависимости от типа клиента. Я вам всегда говорю о том, что для того, чтобы тема хорошо работала, она желательно должна быть занешевана под конкретного типа клиента и конкретную продажу. Но мы же с вами все умные и хитрые, мы хотим не кому-то что-то одно продать, хотим продавать много массово и желательно всем, чтобы никого не выпускать. Это такое вот меркантильное желание человека. Ну и вообще в целом интересно заниматься разными вещами, а не чем-то одним. Я вас понимаю, сам такое, посмотрите, чем я занимаюсь. То есть у меня тут четыре направления, и то это даже не все. То есть я бы сюда запихал, не знаю, еще пять спокойненько, потому что мои навыки позволяют мне заниматься большим количеством всяких разных вещей для разных аудиторий. Но, к сожалению, заниматься-то я могу, уметь я могу, навыки у меня могут быть, но продавать это будет сложно новым клиентам. То есть я могу это продавать только клиенты, которые за мной смотрят, наблюдают и вот несколько лет подписываются. Поэтому что надо понять? Есть клиенты, которые за вами следят, вы автор, эксперт, авторитет, известная личность и, ну, может даже не блогер, да, просто известный эксперт. И тогда у вас могут покупать все массово по разным темам. Вот, в принципе, как у меня происходит, я здесь не хвастовства ради, да, просто по факту так получается, что у меня по разным темам покупают люди, в принципе, ну, за дорого, да, гораздо дороже, чем по рынку в среднем это все стоит. Вот, за исключением, наверное, проектировать не домов и квартир. Там цены у меня достаточно средние, потому что работает компания. Вот, все остальное, дизайн интерьера у нас достаточно дорого стоит, это организация студии, там тоже 300 тысяч стоит, как создавать продукт онлайн, курс, в общем, от 300 тысяч до миллионов, для полутора миллионов это происходит. Почему? Это не просто человек с улицы покупает от 300 до полтора миллиона курс. Он покупает это, потому что долго прогревается и понимает, ну, ходит на мероприятия, на конференцию ходит, читает посты, читает какие-то мысли. Вот, через какое-то время он понимает, да, если у него покупать, то у него. Почему у него? Опять же, чем я по отношению ко всем остальным отличаюсь? Не то, что я там как-то слишком сильно хорошо разбираюсь, или я там хороший оратор, конечно, нет. Я, ну, просто как бы шарю немножко, можно так сказать. То есть, есть замечательные люди, которые тоже разбираются. В чем, почему у меня выбирают? Потому что у меня есть нишевание, я делаю это для дизайнеров. Вот, поэтому, если я делаю это для дизайнеров, я спокойно могу продавать курс по продажам для дизайнеров в два или в три раза дороже, чем какой-то простой курс для всех, да, потому что простой курс для всех ничего не стоит. Он стоит, ровно такие же механики, технологии, будут стоить в книжке за 300 рублей, в любой, да, и они уже написаны там тысячи и тысячи книжек. То есть, я, у меня что продается? У меня продается личное сопровождение, то, что я лично помогаю, и дороже стоит, потому что специализация. То есть, у меня есть кейсы, примеры. Я вам говорю, не абстрактно, иди тестируй. Я говорю, вот это работает, а это нет. Мы уже пробовали, и там сто человек других пробовали. То есть, заметьте, что я сейчас сказал. То есть, я могу, имея право, брать много тем, если у меня узкая аудитория. Вот, поэтому, в принципе, эта тема работает. Вот, поэтому, что здесь, да, будет расположено, оно, ну, как бы, не сильно имеет значение. Ну, вот я имею в виду в ленте. Вот, а то, что в сторисах, оно тоже будет, здесь все будет разнообразно. То есть, ни в коем случае, если меня пример не берите, у вас так работать не будет, если у вас вся стратегия так работать тоже не будет. Вот именно разноплановая. Если вы хотите тоже разноплановость, то я сейчас расскажу, что делать. У нас тут есть слева и справа две таблички, да, которые позволяют нам понять, как ее распланировать. Так, я сейчас показал, собственно, что здесь отображено и как работает у меня, либо как не работает пока, да, это тоже надо сделать, ну, как бы, более-менее, ну, нормально. Из-за того, что фокус внимания не указан там максимально детально, да, у меня не, ну, как бы, ко мне покупают, приходят люди, только кто меня давно знает. Если я хочу привлекать новых людей и греть их постепенно, ну, а я хочу это делать, то мне нужно простраивать другую немножко цепочку, другую воронку и этим заниматься. Вот, собственно, я этим тоже занимаюсь вместе с вами и делаю это тоже с удовольствием, с кайфом и вам тоже рассказываю, как это делается. Давайте посмотрим, собственно, что у нас происходит, какие у нас элементы есть. Первое, у нас есть аватар, вот, что мы видим. И давайте сейчас пройдем, да, а потом посмотрим, как это можно применить. Первый аватар, соответственно, здесь у нас, как он выглядит по формату? Это картинка, на которой вы можете показать себя. Можете показать себя как человека, здесь, естественно, нужно показать себя какое-то интересное, ну, как вы себя видите, да, как видит ваша целевая аудитория. Ну, вот, я вижу себя так, и вот, в принципе, моя аудитория видит так. У меня в ценностях есть, ну, вот, зеленушечка, да, это там свобода, это, как бы, я люблю природу, да, я вот не люблю там каких-то ярких цветов, акцентов, я вот нормально в такой вот белой рубашечке, да, и вот на фоне природы. Это вот, ну, я, это мое мере ощущения. Вот, как бы, окей, значит, люди тоже это считывают. Они считывают это подсознательно. То есть, на аватарке мы можем показать, как мы считываем подсознательность себя, как мы видим, ну, выглядим, да, кто-то сфоткается за компьютером, кто-то сфоткается более крупнее, кто-то сфоткается в автомобиле, да, что будет видно, что ему там, ну, важен какой-то статус, кто-то сфоткается в бизнес-классе самолета, да, тоже будет видно, что, типа, вот ему деньги как-то важны. Вот, это все тоже показывает. Значит, второй момент, что мы можем здесь сделать. То есть, мы уже некое впечатление произвели, Можно что-то сделать. У меня, кстати, нейтральная достаточно фотка, то есть сильно нельзя ничего сказать, то есть я здесь ровный. Это тоже может быть не сильно хорошо, но я стараюсь как бы на первой стадии не отпугивать многих, но и не привлекать. То есть достаточно ровная картинка, но здесь вы тоже можете шикануть, можно сделать какую-то экспрессию, можно наоборот совсем еще более как на паспорт сфоткаться. То есть тоже, в общем, этим можно влиять инструментом. Это инструмент, который мы используем для наших клиентов, которые приходят. Второе, сторизы. Кто пишет сторизы, вы можете использовать их для того, чтобы рассказывать и показывать, ну по сути, с помощью видео, как мини-сериал это получается, да, сторизы, они так и называются сторизы, это мини-сериал. Если вы владеете инструментом сторителлинга, вы можете и хотите этим заниматься, вы можете греть свою аудиторию. Сторизы работают для прогрева аудитории. То есть цель, вот у нас здесь будет во второй колонке, что здесь есть клиент, который ищет исполнительный сейчас, для него сториз это будет некое доверие, да. То есть они посмотрели, больше смотреть не будут, закажут или уйдут. А тем, кому интересно, посмотрю на будущее, то есть это инструмент, чтобы их греть. Если вы будете выпускать какие-то видео на ютубе, да, либо будете выпускать какие-то статьи, либо будете какие-то новости выполнять, это можно сделать либо в ленте, либо в сторизах. В принципе, без разницы, можно и в ленте, и в сторизах. Единственное, что в сторизах интереснее, потому что, ну как интереснее, они лучше ранжируются. В принципе, можно и там, и там, но, наверное, бессмысленно. То есть я думаю, вот что надо сделать. Ну, то есть надо понять, что один из инструментов у нас будет это показывание своего портфолио. Вот, соответственно, вы в сторизах крутите либо портфолио, а здесь тогда обновляетесь в ленте. Либо наоборот, в ленте у вас как витрины используются самые лучшие работы какие-то, да, материалы. А в сторизах у вас чередуются постоянно какие-то смыслы и какие-то движухи. То есть в сторизах, это можно сказать, если мы берем сайт, это как будто раздел новости. Вот у вас есть обновление новости, то есть видно по ним, что вы живой, вы что-то делаете. В целом наличие само по себе ячейки вокруг вас, вот такое вот, видели, наверное, кто-то так подделывает, да, вот что как будто у вас там крутится что-то вокруг, радужная оболочка. Вот, даже когда кто-то ничего не делает, там ленится, да, людям создается впечатление ложное, что вроде человек активный, то есть это показатель активности, а активность это жизнь, это всегда хорошо. То есть это еще один плюс. Само по себе наличие сторизов говорит о том, что вы активный жизненный, жизненная позиция, да, активный уйтенок и работаете на результат, и есть что вам показать. То есть вы не сидите, не отдыхаете, ну реально работаете, это положительный момент. Вот, поэтому сторизы, еще раз давайте резюмируем, сторизы можно использовать для того, чтобы показывать, ну то есть первое это новость, да, я живой, это смысл такой, я живой. Второе можно использовать как демонстрация того, что вы делаете, эксперт, каких-то вещей, да, полезностей, кейсов, всего остального. Третье можно использовать как демонстрация там личной какой-то жизни, значит, подсаживать как-то на себя. То есть ежедневные какие-то вещи происходят, через них вы демонстрируете свои ценности, да, по которым человек создает впечатление о том, что ваши продукты, вот здесь, которые обозначены, например, делаются вот с таким-то посылом. Либо, как я сказал, можно сделать наоборот. То есть, в принципе, сторизы и лента – это взаимозаменяемые вещи. Потому что просто сторизы, они больше такие неформальные, а лента – это больше как витрина. То есть это у нас обложки, а сторизы – это, может быть, внутренности. Но, в принципе, никто не запрещает делать наоборот. Не знаю, у меня каких-то выводов нет таких вот как бы по этому поводу. То есть если человек зайдет и тут будет и увидит много полезного контента, а в сторизах он тоже кликнет, скорее всего, типа, а кто такой вообще, он же увидит. И там увидит, например, если здесь будет суперполезный какой-то контент, там будет ваша жизнь. Либо наоборот, тут будет суперполезный контент, а тут ваша жизнь, например, так тоже может быть. А может быть, вообще полезного контента не будет, да, будет именно ваши работы и тут ваша жизнь. Как влияет, да, работа либо жизнь показывать? Очень просто. Вы смотрите, вы продаете клиенту, который вот, значит, просто интуитивно, да, у него, вернее, кому просто интересно, он смотрит на будущее, да, либо ему нужно сейчас. То есть если ему нужно сейчас, ему желательно, конечно, портфолио посмотреть. Если на будущее, то, соответственно, вы можете как раз-таки его подписать на полезности. Вот. И что у нас еще есть? Вот я сейчас обращаю внимание, у нас есть ссылка 5. Это третий элемент нашей активности, которая у нас есть. Она позволяет нам увести человека куда-то. Давайте приведу пример. Допустим, если вы показываете, ну, она позволяет нам комбинировать и первых, и вторых. То есть мы-то как хотим? Мы хотим поступить очень хитром, да, мы хотим и первых, и вторых, и тех, кого на будущее, да, к себе привлечь. И тех, кто хочет здесь и сейчас ему продать. Вот, мы так хотим. Вот. Чтобы так делать, мы пользуемся еще дополнительной ссылкой. Мы пишем описание вот здесь и пишем, зачем нужно кликнуть на ссылку. И на ссылке мы показываем, либо портфолио у нас тут можно посмотреть. То есть если здесь мы только даем полезный контент о себе, то тут можно портфолио посмотреть. Либо наоборот, да, портфолио, давайте, что тут может быть? Портфолио, может быть полезный контент и может быть обо мне более подробно. Вот. У вас есть три элемента, которые нужно показать клиенту и три места, где их показывать. И вы можете комбинировать как угодно. В какой последовательности, вообще без разницы. Вы можете в сторизах лепить портфолио, здесь вы там полезный контент, а здесь можете о себе сделать. Можете наоборот, в сторизах о себе, тут полезный контент, а тут портфолио. То есть, собственно, без разницы. У вас есть три места. В любое место вы должны вот эти три элемента разнести. Дальше. Ну, надеюсь, тут понятно. У нас есть еще вот актуальные, давайте посмотрим, что такое актуальные. Это сторизы, которые уже ушли, но которые могут быть. Люди смотрят вот первые четыре. Ну, я вот посмотрел на разных телефонов, в принципе, первые четыре внимание привлекает. Частично видно еще там пятый, это отзывы, там вот то, что у меня сделано, но не всегда не факт. Что здесь лучше сделать? Здесь можно привести такие как бы социальные доказательства. Вот я и... То есть, почему мне можно доверять? То есть, такие доверия. Что здесь еще можно сделать? Ну, основные смыслы, да? То есть, доверие, почему мне можно доверять? Это вот закрывает вопрос человека, ну, вот этот, допустим, да? Нет доверия, да? Что, кто такой вообще, почему тебе можно доверять? Какие-то социально значимые проекты. Может быть, проекты со звездами. Выступления на конференциях, печать в журналах, то есть, СМИ. Может быть, ну, там еще какие-то вещи. То есть, вопрос доверия надо тут закрыть. Второе, желательно портфолио показать, потому что люди, которые заходят, ну, вот мы сейчас к этому придем, но люди, которые заходят, допустим, и вас посоветовали, они хотят портфолио посмотреть. И еще очень важно услуги посмотреть, да? То есть, что вы предлагаете? То есть, какой-то, окей, все понятно, все классно. Что у вас можно купить? Может быть, в актуальном, что у вас можно купить? А может быть, не в актуальном. На самом деле, вот я сейчас немножко, как бы, ну, забегая, то, что я предыдущий рассказывал, да, можно нивелировать и сюда. То есть, можно, допустим, портфолио разместить не сюда ссылкой, а сюда. Можно о себе разместить не сюда ссылкой, а сюда. Давайте вот это разные места можем применять. Нам не важно, где это будет. У нас есть, по сути, сколько ячейок. Ячейка Stories. Одна, то, что мы можем менять, лента. Вторая, актуальная, можем менять и ссылка. В актуальных у нас раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь. Семь практически у нас мест есть. И мы должны туда разместить что? Почему нам можно доверять? Обо мне, кто я такой? Портфолио. Что еще? Какие услуги у нас можно купить? Ну, еще там, какой я в жизни, например, да? То есть, наша команда, может быть, еще так. Вот у вас основные смыслы. Вы записываете и размещаете их в любых местах. В каком месте, где, что размещать? Еще раз говорю, это не важно. То есть, важно, что человек просто видит навигационно, где что находится. Как хотите, так размещайте. И основная задача как раз-таки понять, какие смыслы мы хотим донести и какие мы будем постоянно обновлять, а какие останутся неизменными. Постоянно у нас может обновляться вот сториза и лента, потому что они меняются, это видно. Также может обновляться, но это, наверное, не должно обновляться постоянно. Вот две вещи у нас могут постоянно обновляться, мы должны понимать, что у нас наиболее движуха какая-то. Если вы постоянно путешествуете и проводите, ну, все время там в каких-то поездках, либо на стройках, тогда выгодно в сторизах это, например, показывать. Либо здесь. Если у вас стабильная достаточно жизнь, вы удаленно работаете из дома и только за компьютером сидите, ничего интересного нового не происходит. Вот, соответственно, обновлений у вас, например, не так будет много, зато имеет смысл показать там самые крутые работы, какие-то кейсы. Вот, обновление не сильно, ну, собственно, двигать. Ну и так далее, да, вы понимаете, что у вас наиболее из значимого происходит в жизни, из этих моментов, которые есть показать. Два есть, вот эти, вот это и вот это. И как будете показывать. Ну, то есть, если вы пишете статьи какие-то полезные, снимаете видео, ведете мероприятия, обучение проходите, либо ведете, да, какие-то выводы о себе пишете, о жизни, снимаете там о себе, если вы, ну, сторизы ведете, если блог ведете, то тогда это обновление. Опять же, если этого нет, то же, ну, не делайте. В общем, понятна мысль, да, обновлений у нас только два. Почему мы актуальные не можем обновлять? В принципе, можем, но там лучше сделать, все-таки, надо понимать, как они работают актуальные. Актуальные работают не как вот просто набор каких-то штампов доказательств. Актуальные лучше сделать как мини-сериал. То есть, если посмотреть, как оно работает, нужно сделать именно, срежиссировать его и менять. Фотка, видео, фотка, видео и подписи делать. То есть, человек смотрит, кликает и смотрит сериал в той последовательности, которую вы ему захотите показать. То есть, самая ценная здесь вещь в том, что он смотрит сторизы в той последовательности, которую вы ему показываете. Именно в этом ценность. Почему? Потому что, когда он смотрит по вашей последовательности, он может прогреться так, как вы хотите. Если он смотрит целиком вот это все, то он может кликнуть куда угодно. Вы не знаете, куда он кликнет и какие выводы он сделает. Поэтому вот здесь лучше, не то что лучше, здесь вы не можете последовательностью работать. Также в TikTok, кстати, вы не можете последовательностью работать, но это отдельная тема. А здесь можете, вот в чем сила именно этой темы. Дальше у нас там есть и ГТВ, еще что-то отметки сохранено, на это никто не кликает. То есть на это как бы рассчитывать не стоит, никто не будет кликать. Так, размещение информации. Рассказал, что вы пишете здесь. Вот здесь в названии вы пишете, можете имя написать, можете написать дизайн интерьера Сургут, например, любую какую-то тему. У вас есть ник, он есть. Дальше вот у меня такая штука есть. Я не знаю, у кого-то она есть, у кого-то нет, я так понимаю. Там надо перевести на формат бизнес-аккаунт, либо авторский аккаунт, и тогда у вас появится подпись. Для чего это делается? Для того, что вы можете еще раз не дублировать это в названии, не здесь, не третить драгоценное место. Дальше вот вы пишете здесь. Здесь лучше писать такие вещи, чем вы полезны, то есть что конкретно вы делаете, и ваша уникальность, почему именно вы это делаете. Либо вот в моем случае я просто перечисляю 5 типов аудитории, по сути, кому может быть это интересно. Но это хуже работает, потому что, сейчас мы обсудим почему. То есть идеально, если вы напишете что-то личное, то есть какое-то ваше личное достижение, чем вы отличаетесь от других, например, дизайнеров. Стиль, в котором работаете, либо способ, в котором работаете. Помните, мы говорили 4 основных. То есть с личным отношением, по системе, цена, качество, вернее цена, деньги, цена, время, что вы экономите, либо статус. То есть вы должны показать одно из 4 смыслов и какой-то, может быть, интересный факт из себя. То есть я, допустим, книгу написал. Ну вот книгу я написал, но я сюда не увожу, я вот здесь пишу. Вот у меня книга есть. Дома в офисе я показываю, что я не только делаю дизайн, но и сам живу в красивом. 7 на 7. Я некий разработчик некой системы. Конференция, это значит, я выступаю, собственно, мне можно доверять. Отзывы. Но у меня сделано плохо. Я просто вот как, я еще не доделал, чтобы вы понимали, я сейчас только тоже этим буду заниматься, потому что только я сейчас понял, ну вот некоторое время назад, собственно, как, что мне надо делать, как я хочу видеть себя в новом году, новую концепцию для себя. Вот, соответственно, пока это на общей наброске, как пример не смотрите. Так, что еще? Пока все. Значит, дальше, что здесь писать, о чем тут? И в конце обязательно делюсь, вот, что должно быть в конце. Зачем стоит нажать? И вот такую стрелочку прям сделайте. Там есть значок в Инстаграме, можно добавить. И ссылочку, то есть нажмите на эту ссылку, чтобы посмотреть портфолио, чтобы получить полезную методичку, чтобы, ну, если вы хотите подписать человека, чтобы что-то он сделал. И пользу. Нажми на эту ссылку, чтобы получить что-то полезное для себя, чтобы вам было ясно и полезно. Вот, это обязательно тоже. Дальше лента. В ленте мы что видим? Мы видим такую вот мозаичку. Да, желательно, чтобы она была, отражала вашу суть, то есть ваши фотки в разных форматах, в разных ракурсах. Вот у меня тут экспертные какие-то вещи, конференция. Ну, то есть, чтобы человек как бы покликал. Нужно ли подписывать? Да, можно подписывать. В принципе, это можно делать, но не обязательно. Можете подписывать, можете нет, как хотите. То есть, тут уже зависит. Ну, как бы, идеально, наверное, подписывать, но кто-то, собственно, не хочет, да, кто-то хочет. То есть, по-разному бывает. Лучше подписывать, если есть возможность. То есть, к примеру, я бы здесь написал, о чем? Я здесь знаю, о чем речь. Авторский надзор. Я бы здесь задал вопрос, а вы делаете авторский надзор? Ну, как бы, интересно. Я просто поленился, здесь не сделал. Ну, то есть, еще раз говорю, как я делаю, это, ну, не факт, что правильно. Корее всего, неправильно. Я быстро делаю какие-то вещи. И у меня нет задачи, как бы, продвигаться, вот, как я вам сейчас рассказываю. Пока не было. Когда будет, я ровно точно так же вот сейчас буду делать то, что вам рассказываю, абсолютно тем же самым заниматься. Дальше. Надеюсь, поняли, да, с этим. Если было полезно, если были вопросы, пишите. Мне важна ваша обратная связь, потому что я-то, как бы, умом все понимаю, знаю, как делать интуитивно, ну, как бы, ясно. Я, на самом деле, для себя расписываю, но и вам тоже, если вы будете применять, мне важно знать вашу обратную связь, насколько доходчиво я объясняю, насколько понятно, ясно, есть ли какие-то еще дополнительные вопросы. Удается ли, самое главное, вам применить то, что я вам объясняю. Теперь, как это все описать, расформировать? Давайте посмотрим. Инстаграм – это инструмент, то есть мы понимаем, что это инструмент. Если мы используем это как инструмент, мы должны знать вот его функционал. Все, функционал я вам рассказал. И даже рассказал, как пользоваться этим функционалом здесь, заранее, забегая вперед. Дальше. Первый вопрос, который мы себе задаем. Кто наши клиенты? Первый – новый клиент пришел по рекламе или рекомендации? Да, кстати, типов клиента может быть много. Я сюда же мог себе записать руководители студии, мог поставщиков записать, мог записать эконом-клиентам, мог премиум-сегмент написать. Это было бы все разное смысл, но это уже была бы суперкаша. Поэтому я не стал это пока делать, оставил как есть. Второй вариант – уже знает, доверяет подписчик. Вопрос, зачем подписываться? То есть это главный вопрос. Первый вопрос – зачем кто-то такой? То есть если он пришел по рекламе, у него вопрос скорее недоверие, почему тебя стоит выбирать именно позиционирование? Второй вопрос – это зачем, почему я буду дальше подписываться, либо что у тебя можно купить? Третья часть, что у тебя можно купить – это третий возможный вариант. Он хочет исполнителя, и он ищет либо по рекомендациям тебя, либо ищет по интернету. То есть и то, и то возможно. Я постарался как-то это дело систематизировать и вывел две такие таблицы. Пока есть два варианта, чем эти таблицы отличаются. Есть монопродукт, когда вы тупо продаете дизайн. Больше вы ничего не продаете, вы хотите в этой теме развиваться. То есть скорее всего у вас работает именно эта часть. Если вы пока строите себе активный поток продаж. Если у вас более сложный продукт, у вас, допустим, производство мебели, доставка еще чем-нибудь, плюс дизайн, плюс вы в разных типах клиента работаете, плюс, может, обучаете еще к чего-то кому-то, тогда у вас, конечно, сложный продукт, так же, как у меня. Вам будет сложнее вот здесь. Но тоже есть инструменты, как это делать. Сейчас покажу. Итак, возьмем пока простой способ. Ищет исполнителя, значит, человек ищет исполнителя, клиент. Второй вариант. Ему просто интересно, он будет на будущее смотреть. И как он к нам приходит. Реклама. Посоветовали. Уже знает, как эксперта. Давайте посмотрим его состояние. И что самое главное. Вот мы берем его состояние на пересечении наших потенциального клиента и откуда он пришел. И смотрим, как все элементы, которые мы с вами продумали, как они влияют на то, достигнет ли человек своей цели или не достигнет, или уйдет, ему будет неинтересно. То есть очевидно, что все для всех мы не построим, но мы должны постараться. Мы сейчас должны сделать такую структуру для себя, если мы хотим захватить внимание максимально, чтобы максимальное количество людей заинтересовалось и сделало целевое действие, чтобы мы просто не теряли аудиторию. Как это делать? Это как раз творческий процесс, который вы должны будете сделать сами, понимая эту логику. Давайте попробуем разобраться. Ищет исполнителя, что нужно сейчас. В каком он состоянии находится? У него нет доверия. Он просто открыл 20 вкладок и смотрит разных дизайнеров в разных стилях. Скорее всего, кто ты такой, почему тебе можно доверять? Что предлагаешь, есть ли кейсы чем-то лучше других? Что мы здесь должны доносить? Мы должны показывать где-то наше портфолио, желательно вот здесь, потому что это витрина. Потом, допустим, кто ты такой, может быть, себе, стоит ли тебе доверять? Твои кейсы, отзывы, конечно, это все будет здесь важно. Описание, что ты делаешь, что-то, то-то. Узкая специализация. И призыв к какому-то тест-драйву, то есть как попробовать. Все это здесь нужно. Потому что он ищет сейчас и он хочет сегодня. Можно даже написать, приеду на обмеры через час. Это тоже бывает, это хорошо работает, кто-то так даже делал, что мы приедем сегодня. После звонка, типа от звонка, ну, такое спецприложение, вы делаете спецприложение, либо какой-то тест-драйв, от звонка до звонка, значит, уже начнем работать через полчаса. Вот, как-то так. Можно такое сделать. Можно не обязательно, это я просто на скидку так придумал. Дальше. Второй вариант. Ищет исполнителя, кто-то посоветовал. То есть он уже не ищет подвоха, он смотрит, чтобы его ничего не смутило. Он смотрит уже на ситуацию не из позиции, что ты мошенник или нет, а подойдешь ли ты или лично мне. То есть ты моему другу, соседу помог или кому-то, а вот мне не факт. И здесь тогда уже нужно просто себя показать. То есть да, вот мои работы, вот у меня мои услуги, вот что у меня можно купить, вот что мы предлагаем, вот как мы работаем. То есть просто, по сути, вот это вот обычный сайт. Вот сюда можно отсылать на самом деле на сайт. Как делали раньше сайта, не лендинги, а просто сайта. И как начать. Вот телефон, звони. Он такой все почитал, посмотрел, нажал кнопку либо позвонить, либо написать в директ и сделал целевое действие. Да, кстати, здесь целевое действие должно быть. Тоже написать, позвонить, оставить контакт куда-то. Подписываться не надо. Цели подписываться тут нет, потому что он сейчас ищет. Он, если уже завтра найдет, то смысл вы все равно потеряете. Вам нужно целевое действие везде сделать. И на него вести. Очевидно, что оформление в этом случае может быть немножко другое. И если мы хотим концентрироваться именно на этих людях, у нас должно быть заточено именно под это все. Вообще все. Все наши вот эти вот вещи. Если мы хотим получить этик, то, соответственно, у нас все на это заточено. То есть меньше, допустим, про где какие наши услуги есть. Если не поместятся, мы это режем. Мы можем в позиции больше там показать кейсы статуса моей награды. А здесь как бы сильно это не надо, кейсы статуса моей награды, потому что уже посоветовали. Понимаете, о чем речь? То есть с тем, как мы хотим получить больше смыслов, допустим, хотим получить и первых, и вторых, у нас получается мы размазываем. Нам надо больше смыслов передать. Человек должен быть более сконцентрирован. Он должен из этих семи элементов вытащить именно это. То есть можем ли это сделать? Теоретически да, потому что у нас есть еще здесь 9 картинок. То есть мы можем даже вот эти вот 7 у нас тут основных, да, 7 со сторисом, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, всего у нас 17 элементов можно получить. Вот, поэтому, ну смотрите, тоже можно так сделать. Плюсы в чем? В том, что мы захватываем и первых, и вторых, как многие хотят. Минусы в том, что фокус внимания падает. И минусы еще в том, что мы не можем здесь написать тоже, когда мы пишем мы и первое, и второе, типа мы и для тех, и для тех, кто тоже чуть-чуть уменьшает охват, ну как не охват, а конверсию чуть уменьшает. То есть охват вы можете увеличить, а конверсию вы можете уменьшить. Что будет ли это хорошо или плохо, зависит от того, сколько людей к вам идут, какие они, как они идут. То есть это очень все математически выкладывается. Еще раз, то есть натачивая стрелу вот здесь, нож натачивая сюда или сюда, вы будете лучше резать. Если у вас и то, и то, то в целом ножом вы можете там и грибы собирать, и животное зарезать, если мы говорим о охоте. Но нож будет универсальный, соответственно, он будет и то, и то делать не совсем хорошо. Ну как бы нормально, но не идеально, как там стрела, допустим, или копье. Понятная идея. Дальше. Если он уже знает нас как эксперта, скорее всего он на нас смотрит, видит. И здесь вот есть такая неочевидная вещь, сейчас я вам ее расскажу. Я ее сам заметил несколько, чуть ли не 10 лет назад, ну в начале карьеры. Я просто ее не понимал. Но она есть. И очень часто люди приходят к вам, потому что вас знают, доверяют, но приносят вам чужие какие-то проекты. Почему так происходит? Потому что они хотят идти именно к эксперту, которого видят, знают, доверяют, но в качестве, я имею в виду, референсов приносят проекты. Но к человеку, у которого они взяли этот референс, ну как бы идею проекта, я думаю, что у вас тоже так было, они думают, что он суперзвезда. То есть он понравился им, и им страшно обратиться. То есть бывает такое очень часто, что им некомфортно обращаться к человеку. И скорее всего, вы, наверное, замечали, особенно у архитекторов это заметно, у архитекторов есть такое поверье. Я должен быть такой недоступный, весь в черном, лаконичный сайт, ничего не написано, человек сам, вот кому надо, сам придет. И это создает статус такой, да, загадочности и прикольности. Архитекторы это очень любят. Они себя очень любят, и себя считают самыми умными. Действительно, так и есть, да, это нормально. Но это создает некую такую холодоку в отношении простых клиентов. И они, что они делают, клиенты? Они делают очень просто. Они заходят на сайт архитектора, берут картинки, которые понравились, и идут к человеку, который тоже дизайнер или архитектор, но без пафоса условного. И таким образом, как бы все бы ничего, но архитектор теряет деньги и клиентов. Я вот много раз задавался вопросом, слушай, а почему ты не пошел? Ну, как бы я про себя думал. У меня был прям такой клиент, прям разговор с клиентом. Приехал из Казахстана, заказчик, мы ему сделали, кстати, несколько проектов, и приносит мне чужие интерьеры. Говорит, слушайте, а вот почему вы не пошли к ним? Он говорит, ну, как бы я встречал, у меня вопрос денег не стоит. Он говорит следующее, что я встречался с тремя разными дизайнерами и архитекторами до тебя. Ты говоришь, ты третий. Он говорит, только с тобой я чувствую себя комфортно и нормально. Я посмотрел, ты вроде там нормальный парень, что-то там рассказываешь интересное, и вот я хочу именно с тобой работать. Ну, как бы я думаю, что ты стиль это сделаешь, это не проблема. Правильно я понимаю? Я говорю, да, конечно, сделаю, вообще не вопрос. А те, как бы я с ними пообщался, но они такие немножко на пафосе, и, короче, ну, типа я им что-то должен. Вот не совершайте эту ошибку. То есть, если вас знают как эксперты, вы должны тоже показывать свою душевность, свою простоту. Поэтому, если к вам приходят люди именно уже по статусу, если вы уже статусный, то вам надо показать себя в жизни, как бы включать личный бренд. Человеку было не страшно к вам обращаться, да, чтобы реально не страшно было. Люди, ну, как бы они, они профессионалы в своей теме, но они не хотят чувствовать себя неловко в ситуации, ну, то есть, мало кто любит чувствовать себя неловко учеником, да, с позиции ученика. Не надо с позиции тут учителя работать. То есть, вот так попроще надо быть. Если мы говорим о клиентах, если мы говорим об учениках, если вы обучаете, то там, наоборот, да, часто работает, что, ну, типа, хочу у авторитета учиться. Но это другая уже тема, это отдельная история. Вот просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Надеюсь, это, как бы, такая, такая моя заметочка, она будет вам тоже полезна. Идем дальше. Значит, если человек здесь же, да, у вас монопродукт, просто интересно, пришел, смотрю на будущее. Наша задача чем-то зацепить, показать, что ты не мошенник тоже, отвечаешь за свои слова, и у тебя есть результаты. И очень важно, если он смотрит на будущее, пусть подписывается. То есть, нам надо дать ему причину подписаться, что здесь давай мы тебя научим, давай мы покажем, давай мы, ну, значит, давай ты узнаешь, как надо. То есть, через какое-то время ты будешь учить. Это первый вариант. Второй вариант, если он ищет квартиру на будущее, то, скорее всего, у него другие вопросы. Например, как накопить на квартиру? Стоит ли покупать квартиру или дом? Как выбрать участок? Вот то, что мы обсуждали. Что еще может быть? Как выбрать риэлтора? Как совершить сделку? То есть, какие другие вещи, которые пока не касаются, ну, именно этой темы. И мы можем писать на эту историю. Соответственно, какие-то смыслы должны быть тоже такие, если мы хотим этого искать. А теперь, смотрите, мы уже три темы обговорили. Если мы хотим всех четырех, даже типов клиентов, да, сюда вытащить, у нас, сейчас я вам объясню, просто у вас ячеек не хватит. То есть, каждая ячейка у вас будет для каждого типа клиента. А это очень сложно, у них глаза будут разбегаться, они не поймут, куда именно им кликнуть. Вот, соответственно, мы каждый раз, добавляя новую аудиторию, мы с одной стороны расширяем охват, с другой стороны фокус теряем. Понятна мысль, да? Так что смотрите таблицу, и тут написано. Идем дальше. Зацепить чем-то, свой стиль, подход, взять контакт, чтобы не потерять. То же самое, да? То есть, если он, его, нас посоветовали, но он еще не сейчас, типа, кто-то сказал, вот там есть нормальный архитект, дизайнер, иди посмотри. Здесь мы тоже должны, значит, то же самое подписать его, дать полезности, но здесь уже меньше можно ему давать, что ты не мошенник социального статуса, больше давать того, что польза. То есть, мы можем, допустим, заменить какой-то из торисов или какой-то из элементов с позиции, что вот какие награды и конкурсы я выигрываю, ну, типа, зачем мне это знать? Мне это нужно знать только, если я думаю, что ты мошенник, только в этом случае. А если я уже верю, что ты не мошенник, мне не важно, какие ты конкурсы выиграл, мне важно знать, какие результаты ты мне можешь дать. какой у тебя стиль, принципы стилеобразования, что вы применяете, как я куплю мебель там, с твоей помощью, какие такие уже другие вещи. То есть, стоит ли покупать мебель, ну, такие, или заказывать ее на заказ. И если уже знает вас как эксперта и просто интересно, то тут надо подсаживать на, подсадить наличность. Пусть он, потому что в целом ему все понятно, когда-нибудь он обратится в любом случае к вам, чтобы он не потерял интерес, все остальные конкуренты, ваши дизайнеры, ну, и все остальные люди, которые будут конкурировать за этого человека, они будут его пытаться подсадить на полезности. Вот, поэтому лучше всего, полезности тоже, конечно, важны, но подсадить очень важно на личность. То есть, если он пришел уже и знает вас как эксперта и как, и хочет с вами работать, то надо показывать, что, да, действительно, я эксперт, ты на это пришел, и вот, я хороший человек, нормальный, интересный, ценности у меня классные, я в движухе постоянно нахожусь, и вот моя личная жизнь, то есть, я не скрываюсь, какие-то вещи, да, и вот я эксперт-профессионал, то здесь мы сажаем его в основном на сторизы, вот, поэтому, и на доверие, поэтому сторизы работают отлично, да, и мне надо заморачиваться, как история, но, как бы, один из вариантов, и если он так пришел, то, что мы даем, мы даем, как я путешествую, например, да, значит, какие мои сотрудники, мое отношение, не знаю, к ресторанам, как я вот сходил, вот, какие-то вещи, человеческие просто вещи, вот, тогда мы продаем мне себя, как продукта, и свои услуги, как продукты, а продаем уже больше себя, как личность, что мне можно доверять, вспомните ту тему, что, значит, выбираю долго, ну, вот, кстати, еще один вариант, да, такая проблема, что он должен вас продать кому-то, лицу принимающему решение, то есть, вас, допустим, нашла жена, вот у меня так было, меня по инстаграму, нашла жена, VIP клиента, очень хорошего, а сам клиент, он, ну, такой, как бы непростой, богатый человек, с премиум сегмента, и он вообще в инстаграм не ходил, да, тогда, сейчас уже ходит, вот, и он, нас нашла жена, естественно, решение не принимает, мне нужно здесь было поработать с ней, и, значит, обсудить так, чтобы она мужу продала идею, что мы нормальны, вот, соответственно, здесь мне нужно было снабдить ее такой информацией, чтобы ей не было стыдно за меня, соответственно, если мы это понимаем, да, то тоже это здесь должны закладывать где-то, то есть, видите, у нас упаковывается это в зависимости от типа клиента, да, где-то это может быть совмещено, но нацеленность какая-то должна быть, отлично, мы поговорили с вами про монопродукты, это все, что касается быстрых денег, то есть быстрые, чем уже вы специализируетесь, тем быстрее у вас будут отклики, если вам нужны клиенты завтра, то вы можете сегодня сделать упаковку, они будут у вас завтра, если вам нужны клиенты по всем позициям, которые здесь отмечены, вы можете сделать 7 упаковок Инстаграма, то есть, с одной стороны, да, вроде как много всего делать, это как 7 сайтов, но с другой стороны, они могут быть практически копии с немножко измененными смыслами, но тогда вам надо будет позаботиться о том, чтобы таргетологи ввели именно каждого клиента на свой сайт и не перепутали, и наоборот, если вы хотите все в одном месте, вам надо понимать, что человек зайдя туда, он растеряется, соответственно, вы либо отрезаете часть аудитории, то есть берете только вот этого и вот этого, либо вот этого и вот этого, то есть, ну, как бы в шахматном порядке, либо пытаетесь взять всех, но тогда, скорее всего, у вас конверсия будет очень плохая, то есть, ледов будет приходить много, но оставаться будет мало кто, вот это закономерность, тут нельзя, как бы, 7 из одной шкурки, да, сделать 7 шапочек, хорошо, я надеюсь, эта тема поняла, если понятно, напишите, пожалуйста, мне вот сейчас, можете поставить в паузу, во-первых, запишите сейчас по первой части свои выводы, что сейчас поняли, значит, и как планируете сами делать, это по монопродукту, это важно, да, чтобы вы поняли, как действовать, потому что самое главное, не делать ничего, пока вы не построите такой план, хорошо, пишите, после паузы продолжим, идем дальше, много продуктов, у вас личный бренд, либо долгая экспертность, это у меня так сделано, то есть, у меня, если бы я сейчас начинал, я бы делал монопродуктом, но я сейчас заложен в такой ситуации, что у меня много клиентов из разных категорий, они все покупают хорошо, дорого, без рекламы, и я вот до сих пор, вот сколько я в бизнесе, более там 17-18, очень долго я живу в бизнесе, я рекламу не давал вообще, я этим, не то, что горжусь, это факт, вот такой, но по-хорошему, конечно, надо было в этом раньше разбираться, то, что я сейчас показываю, рассказываю, и раньше все это дело давать, ну, наверное, вот, потому что тогда бы просто было гораздо больше масштаб, но с другой стороны, я бы тогда все это не понял, и долбил бы каким-то одним способом, то есть, образование, оно всегда важно, вот я за свое образование заплатил очень дорого, отсутствие суперразбития в какой-то теме, с другой стороны, я как бы понимал, это и знал, я сейчас про себя расскажу такую историю, идею, в какой-то момент я, у меня было очень много денег на теме визуализация интерьера, я начинал ее в 2009 году, 9-10, я вот практически, я их продавал за доллары, и у меня очень много покупали, то есть, я очень много, ну, то есть, достаточно серьезно там заработал, серьезные деньги, чуть ли там не лучшие, там, в теме обучения вообще в целом, там, в России точно, очень много я зарабатывал в этой теме, вот, пока все думали, как это делалось, у меня были первые курсы, но, что я заметил, я заметил, что после двух лет обучения в этой теме, я не хочу копать, то есть, я не тот человек, который берет одну тему и копает ее глубоко, то есть, мне деньги менее интересны и важны, нежели развитие, то есть, у меня в ценностях больше развития, нежели деньги, и потом я, собственно, ну, поэтому я не стал развивать тему визуализации, потому что, ну, хотя там можно было супер там компанию создать и двигаться, я пошел в дизайн, мне было интересно именно в дизайн, я тогда шел в тему именно за развитием, потом после дизайна я шел там в систематизацию, теперь вот, ну, собственно, и дальше, дальше я постоянно развиваюсь, я постоянно беру новые темы какие-то интересные, и мне интересно учиться, ну, вот такой я человек, у меня, в принципе, достаток, как бы с точки зрения денег хватает, деньги у меня не являются ключевой ценностью, хотя они важны, естественно, у меня ключевая ценность является собственное развитие, вот, я себя так понял, я доволен этим, и, в принципе, вот я сейчас счастлив в той ситуации, в которой я нахожусь, вот, поэтому вам тоже, мы, естественно, в первом модуле это проделывали, вам тоже надо понять, как бы вам больше денег, или вам больше, на данный момент нужно, значит, развитие, и строить либо долгосрочные планы, вот как здесь сказано, много продуктов, личный бренд, долгосрочная экспертность, это путь, очень, ну, такой долгий, но интересный, через саморазвитие, самопознание, если вы будете все делать правильно, у вас будут хорошие деньги, ну, в принципе, миллион с плюсом, вы будете вместе зарабатывать точно, здесь, возможно, гораздо большие деньги, здесь, при фокусе на одной какой-то теме, и в 10 выйти, в принципе, ну, нормально, здесь тоже это возможно, но не сразу, то есть, будет отложенный спрос, но зато здесь вы приобретете навыки в одной теме, а здесь вы будете супер разносторонним, то есть, каждый выбирает свое, так вот, и здесь это быстрее будет, вот что надо понимать, но, возможно, не так интересно, рассмотрим ситуацию, когда у вас много продуктов, и личный бренд, что вы делаете, здесь вы тоже не потеряны до конца, да, вы делаете за счет личного своего бренда многоярусную историю, ваша здесь самая главная задача, и самая такая боль, это разделить клиентов, и разделить их не тут, не вот здесь, а разделить их на уровне, как можно быстрее куда-то увезти, то есть, нам нужно увезти их либо на сайт, либо на другой инстаграм, либо еще куда-то, и тогда вот эта страничка становится личной страничкой, там, вашего личного бренда, ну, по сути так, и мне, вот моя главная задача, увезти людей, кому проектировать дома, чтобы они ушли на страничку по проектированию домов, кто на обучение дизайна с нуля ушел, как новичку, там все это дело изучить, кто студию организовывает, либо бизнес, чтобы пошел на более дорогие продукты, потому что с новичками они тусоваться не будут, и кто хочет, например, вот у меня последняя тема, я такой подумал, а почему, у меня же большой опыт, у меня опыт преподавания и создания курсов, очень доходных, более 10 лет, 2009 года я делал первый курс, и продал его, ну, намного дорого, и потом делал много запусков, я подумал, почему бы мне не сделать курс, как продавать дорого, и как его создавать, у меня есть навыки в этом, я умею, я знаю, разное много способов, у меня есть цифры, то есть я все это умею, я подумал, что сейчас там много, в том числе, обучающих центров, которые учат, но я посмотрел несколько там уроков, где-то у кого-то там открытых было, и я понимаю, что там очень абстрактно, то есть там, по сути, это пересказ книжки, а у меня есть конкретика под нашу тему, под дизайн, вот, поэтому я подумал, а почему бы людям, которые хотят создать свой курс, либо свою методику, да, почему бы их, ну, не сделать по моей механике, просто со мной, по шаблонам, и я вот решил тоже так сделать, вот, пока я это нигде не объявлял, просто повесил, скоро буду, как бы, с этим заниматься, я думаю, следующий запуск я буду делать вот по этой теме, ну, почему нет, первый у меня уже работает отлично, команда, компания работает, систематизирована, классно, обучение дизайну, в принципе, тоже работает, курс дел, он там может быть чуть-чуть переписать, ввести небольшие изменения, но в целом, это такая рутинная работа, несложная, в целом, все работает, организация студии, у меня там тоже 100 человек учатся, я консультирую, помогаю создавать студии, тоже кейсы, все отлично, вот это для меня новая тема, помните, я говорил, а я еще книгу написал, то есть у меня будет еще следующая тема, у меня будет редакторский отдел, я сейчас тоже этим занимаюсь, как, в общем, все дело, то, что я сейчас рассказываю, это как делать чужими руками, вот, я прям заморочен, чтобы этим заняться, потому что я умею систематизировать, и мне это нравится, вот, и я сейчас буду делать, собственно, скорее всего, следующий запуск будет вот про это, посмотрим, как это сработает, но мне это интересно, я вам не даром сказал, что я вечно как бы что-то новое ищу, вот, это будет здесь, вот, и какая у меня здесь задача, мне задача здесь хватать внимания людей, и разводить их по темам, что я для этого делаю, мне важно, чтобы они нажали сюда, то есть мне самое важное, чтобы вот здесь было доверие ко мне, и чтобы они нажали сюда, поэтому все, что я буду делать, это буду привлекать, ну, как бы сюда, здесь у меня уже сайт, который описывает опять обо мне, и там распределяет по категориям, то есть в этом случае, давайте посмотрим, как я распределяю, ищет исполнителя нужно сейчас, допустим, человек приходит по рекламе, рекламу я буду давать, естественно, не на все вместе, типа, вот, Станислав Орехов, посмотрите на него, нет, я буду давать на проектирую дома и квартиры, соответственно, я буду давать даже рекламу не на свой личный аккаунт, я буду давать рекламу на аккаунт с квартирами и домами, я еще один аккаунт сделаю, либо сайт, значит, решение увести на лендинг или отдельно инсту, если я буду говорить, что я обучаю дизайн интерьеров, я буду вести человека на, именно, как понять профессию, скорее всего, это будет аккаунт школы, если я веду аккаунт на организацию студии дизайна, я буду вести на аккаунт, как систематизировать процесс, такой у меня будет, такая будет тема, вот, и по курсу я буду, соответственно, на курс вести, у меня будет, скорее всего, аккаунт в Telegram канале, я буду рассказывать, как создавать и запускать такие курсы. Вот, примерно так. Здесь главная моя задача по рекламе не вести даже на эту инсту, эту инсту мне никому показывать не надо, и количество подписчиков мне, в принципе, здесь сильно тоже не надо. Оно мне не сильно важно, она мне нужна просто как доказательство будет, и сейчас тоже. Так оно работает. Дальше, значит, если меня посоветовали, чтобы у меня было портфолио, где... А, вот какие вопросы возникают у человека. Если меня посоветовали по дизайну интерьера, человек, который зайдет в себя сюда, допустим, клиент, он такой, что-то у тебя как-то... Где твои работы-то вообще? Какие-то выступления какие-то, где работают? Ты дизайнер или кто? Вот у него такой вопрос возникнет. Где работают? Как посмотреть портфолио? И мне нужно здесь ему дать прям отдельный рубрик в раздел. Если ты пришел сюда, тебя посоветовали, ты нашел меня в интернете, если ты хочешь дизайн, то нажми сюда. Я должен, кроме вот этой вот ссылки, чтобы он там два раза кликал внутри, я должен тут ему прям показать где-то, что да, я делаю дизайн. Вот, и здесь, соответственно, мне где-то должны быть портфолио размещено. Либо здесь, либо в сторизах, либо вот здесь. Если нужен дизайн, то где работа? Да. Как посмотреть портфолио? Работа по теме. Дальше. Решение ввести на инсту отдельно. Да, и я его ввожу еще дополнительно на инсту, если я, ну, как бы хочу. Но показать тут тоже надо, привлечь внимание, что я занимаюсь дизайном интерьера. А то может показаться человеку, что чем ты занимаешься? Знаешь, что ты вообще дизайнер, там, графический дизайнер? Непонятно. Следующая тема, если у меня уже знает как эксперта. То же самое. Опасаюсь звонить, эксперт, вдруг меня будут выбирать и так далее. Изучить все... Здесь он сам изучит все заинтересованное. Дать ему мне нужную удобную навигацию. Если человек меня видел, верит, доверяет, смотрел мои видео на ютубе, он захочет меня изучить поподробнее. Здесь мне очень важно дать ему, ну, как бы, навигацию, по которой он изучит все темы. Типа, что у меня можно купить? Каталог курсов, да? Или каталог услуг, которые у меня можно купить. И еще мне важно ему дать, если он уже заинтересован, еще мне важно дать информацию, естественно, о себе. Это тоже очень важно. О себе, потому что ну, как бы, доверие я покупаю у тех, кто доверяет. Это тоже здесь важно. Я где-то это должен здесь применить. Следующее. Если ему просто пока интересно зацепить чем-то, показать, что не мошенник, да? Значит, зацепить наличность, лайфстайл, блок. То есть, все к блоку относится, если у вас моно, не моно, а личный бренд, продукт личного бренда. И с чего конкретно можно начать? Вот тоже очень важно. Если посоветовали, окей, с чего конкретно можно начать? Пройти тест, я так называю, профориентация. Ну, профориентация, это не значит на обучение, это значит, что ему надо вообще. Не обязательно в формате обучения, а может быть в формате услуг, да? Либо продуктов, либо сервис какой-то у меня есть, да? У меня есть там сервис для автоматизации подсчета времени и денег. Ну, какие-то такие вещи. Вы, может быть, даже о нем не знали, но он есть, он отлично работает. У меня есть там услуги консультации, у меня есть услуги коучинга, есть услуги там дизайна интерьера, чтобы мы создаем проекты там для них. То есть, ну, человек может разный прийти. И если посоветовали, нужно его послать куда-то, с чего конкретно можно начать. Соответственно, где-то должна быть идея, что, как бы, что мне можно купить. Если пригласить на цепочку, ну, если знает как эксперта, то мне важно здесь его пригласить на цепочку прогрева по своей теме. Что это значит? Это значит, что мне нужно, чтобы он принял решение, если ему интересно на будущее. Пусть он греется. Скорее всего, это будет либо мини-книга, либо это будет какая-то рассылка, либо серия видео, которую, естественно, он сразу за раз не посмотрит, не почитает, но он будет греться там месяц или два в этой воронке полезностей, которую он будет получать. Вот. Естественно, я не могу здесь дать ему воронку полезности по всем темам и в сторизах. Почему? Потому что кто-то пришел за дизайном интерьера, ему не будет интересно смотреть, как я делаю кейсы там для людей, кто у меня по студии учится. То есть, зачем мне показывать, человек, который ко мне пришел на тему дизайна интерьера, как я кого-то, какого-то дизайнера продвигаю бизнес. Ему это, в принципе, не сильно интересно. Ну, скорее всего, будет. Вот. Поэтому мне важно здесь его увезти куда-то. То есть, если у вас много продуктов, то вы двигаете за счет личности бренда и уводите его вообще отсюда. Ну, вот примерно такая философия, такая логика. И, естественно, вы должны тоже здесь показать, что эти продукты в целом у вас есть, но что, чтобы о них ознакомиться поподробнее, нужно уходить куда-то еще. А обновления у меня будут, скорее всего, такие. Вот я на конференции, да, статус, вот моя книга, да, статус, вот мой портфолио. Скорее всего, в портфолио у меня будет, ну, либо здесь там пару проектов, либо будет отдельный сториз, да, где-то, где мое портфолио, где можно посмотреть. То есть, это будет не ключевое. Вот на многобрендовом, на личном бренде, да, в общем аккаунте, здесь, скорее всего, не будет главенствующей картинки, которую я делаю, потому что это не важно. Это одна и четвертая часть. Вот в таких пропорциях. Так, ну что, лекция получилась достаточно объемная, важная. Это очень полезный урок, я думаю, да. Напишите ваши выводы, отчеты к этому уроку, кто посмотрел. Ну и, конечно же, перед тем, как оформлять аккаунт, пропишите сейчас, кого вы хотите, да, каких клиентов. Вы понимаете, что всех нельзя получить, у вас просто фокуса внимания не хватит. Ваша задача наточить вашу пилу, да, сделать так, чтобы сфокусироваться на кого-то. То есть, надо выбрать, ну там, не более двух, ну, максимум трех, наверное, каких-то аудиторий и под них идти. Иначе у вас будет солянка, вы просто не сможете это разместить. Дальше прям берите, вот, сфотографируйте свою инсту, пометьте, ну, вот такими вот аватарами, ну, номерами, и прям пропишите себе в листочке, прям на А4, либо откройте рядышком блокнотик и прям напишите, что я буду публиковать здесь и почему. То есть, почему это будет важно для этих типов клиентов, которые вы выбрали. Если вы это сделаете, то у вас навсегда уйдут вопросы, ну, типа, что публиковать. Держите в голове такой очень важный момент такой, что вам надо не просто придумать, как это будет, но и придумать, кто это будет делать. Потому что мало придумать, что, да, я буду вести с завтрашнего дня социальные сети, я с завтрашнего дня буду обновлять, я буду вести сторисы, буду, в общем, все это делать, а потом ты этого не делаешь. Ну, я думаю, часто у вас такое было. И даже вот у нас было задание, что, типа, давайте-ка каждый день что-то публиковать, чтобы была привычка. Помните такое задание? Привычка каждый день публиковать хоть что-то. Вот, я уверен, что многие этого не делают. И тут какой вариант, да, либо взять сразу большую какую-то для себя неподъемную ношу и не сделать, да, либо посмотреть по факту, что вам делать не в напряг. Если вы и так снимаете сторис, вам будет несложно снимать сторис. Если вам сторис снимать сложно, то не делайте на это ставку. То есть снимайте, ну, как бы меньше, либо наймите кого-то, кто будет делать. Да, оно будет хуже работать, но хотя бы оно будет работать. Просто не делайте на это ставку тогда. Окей, это мы зачеркиваем. Если вы ленту не обновляете или не хотите обновлять, то не обновляйте. В принципе, вообще можете ничего не обновлять. Можете сделать один раз весь Инстаграм-аккаунт, вообще не париться и просто тупо давать рекламу. Люди, которые будут приходить на рекламу, вам даже обновления не нужны будут. Ну и что, что у вас нет новостей? Нет и нет. Зато приходят люди, они же не знают, что у вас нет новостей. Они думают, что у вас постоянно все новое. Может это так быть. Но тогда с людьми, которые смотрят на прогреваться, вы не сможете здесь их прогревать. Вам надо прогревать, и будет куда-то. Я старался объяснить максимально ясно и четко, что вы поняли, что именно вы поняли и что вы примените для себя, какая у вас будет стратегия. Пишите, это очень важное задание по упаковке инстаграма. Плюс к этому заданию у вас будет таблица, что же публиковать, что интересно, таблица смыслов. Они у вас тоже есть, фотки у вас есть, вы их собрали, должно все работать. С вами был Станислав Орехов, благодарю за внимание и удачи вам в упаковке и создании продающих инстаграмов.